Увидеть северное сияние – заветная мечта маленькой Агаты из Курганской области. В то, что сможет вот так любоваться сказочной красотой Ямала, она до конца не верила. Но чудо свершилось. Ее добрым волшебником стал сам президент. Именно он и запустил благотворительную акцию «Елка желаний» пять лет назад. С тех пор расстояния стираются, а детские мечты больше не кажутся. Такими нереальными. Здравствуйте. Поздравляем тебя с Новым годом. Спасибо большое. Желаем тебе успехов в спорте и в любых других начинаниях. К масштабному всероссийскому проекту присоединились и региональные, и в торговых центрах. На елках появились открытки с желаниями, а мечты стали исполняться чаще, и не только детские. Анна Васильевна, Дмитрий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, брат. Здравствуйте, здравствуйте. В Тюмени в этом году добрые волшебники исполнили 800 пожеланий детей и одиноко проживающих пенсионеров. Это 60% от всего количества поступивших открыток. Организаторы уверены, совсем скоро каждый сможет получить то, чего искренне хочет. В этом году у нас подключилось тоже много новых организаций. Не говоря о том, что департаменты сами покупают, допустим, какие-то, ну, бюджетные организации, покупают сами, ребята, подарки и приносят нам. Иногда сами разносят по квартирам, детям раздают. И звонят просто люди, благодаря вот как раз СМИ. Подарки до сих пор продолжают доставляться своим адресатам, а значит, новогоднее чудо еще не закончилось. Елена Сторожук, Андрей Харькин. Тюменская служба новостей.